Добрый день, дорогие друзья! До Олимпиады осталось три недели, да, по-моему? Двадцать дней. Почти три недели. Такое серьёзное событие, и в жизни всей планеты серьёзное событие, потому что сегодня нет, наверное, страны нормальной, которая бы не следила за Олимпийским движением, и в жизни спортсмена это особое событие. Здесь есть люди, которые уже неоднократно принимали участие. Четыре Олимпиады. Есть люди прославленные, которые знает вся страна, и не только те, кто увлекаются и любят лыжи. Олимпийские игры, особенно результат на Олимпийских играх, я уже не говорю о самом высоком результате, а о золотой медали. Я думаю, что каждый олимпийец должен стремиться именно к золоту. Но любая медаль – это выдающееся достижение каждого конкретного человека. И это пик его жизненного успеха, не только спортивного достижения, но и жизненного успеха. Но в то же самое время, и это, вы знаете, не хуже, чем любой из нас, это предмет гордости для миллионов людей в нашей стране. Спорт очень сильно объединяет. Поднимает любой народ чувство собственного достоинства народа в собственных глазах. Поэтому мы так гордимся и подчас даже со слезами на глазах смотрим, как вы поднимаетесь на высшие ступеньки пятидесяталов почёта. Вместе с вами очень переживаем за вас и на старте, и на финише. Мы желаем вам удачи. Говорю это от имения всего российского народа. К сожалению, у нас, вы это знаете, после развала Союза очень мало чего осталось на территории России от спортивных и олимпийских объектов, которые строила вся страна. Многие из них оказались в независимых государствах, в Казахстане, в Белоруссии, в Армении, в Прибалтике. Поэтому подавляющему большинству олимпийцев сегодня, сейчас, при подготовке к этим зимним олимпийским играм, приходится готовиться за границей, в Канаде, в Соединённых Штатах. А зимние олимпийские игры – это предмет особого внимания России, потому что Россия – северная страна. И, по-моему, если я не ошибусь, первый наш победитель олимпийских игр, первый наш соотечественник как раз получил золотую медаль на олимпийских играх 1908 года в одном из зимних видов спорта – фигурном катании. Поэтому для нас, конечно, победа на олимпийских играх особенно важна. В этой связи очень многое, конечно, должно сделать государство ещё для создания базы, спортивной базы подготовки олимпийцев. И, в принципе, спортсменов, и олимпийцев не в последнюю очередь. К сожалению, и это тоже хорошо известно, там, где вчера были стадионы, там у нас рынки. Сотни, а, может быть, даже по стране, если посчитать, тысячи детских и юношеских спортивных школ закрылось. Всё нужно возвращать на круги свои. Очень многое нужно восстанавливать. В самое ближайшее время, вы, наверное, слышали об этом, у нас запланирован государственный совет по этому вопросу. Правительство после этого будет соответствующим образом озадачено. В общем, материальную базу олимпийского движения, материальную базу спорта вообще будем без всяких рывков, но последовательно нас то, чего восстанавливать. У нас сегодня, к сожалению, всё это невнимание со стороны государства и различных органов власти и управления различных уровней привело к тому, что у нас физкультурой и спортом занимается всего 10% населения страны. Это абсолютно недопустимо низкая цифра. Абсолютно недопустимо низкая цифра. И это уже, наверное, такой крайний рубеж. Дальнейшее движение в сторону уменьшения не только невозможно, просто очень пагубно отразится на здоровье нации. А ваши достижения, конечно, они побуждают к занятиям спорта в самом широком смысле этого слова. И это ещё одна очень важная составляющая тех задач, которые перед вами стоят. Мы все, и я в том числе, мы очень на вас надеемся. Знаем, что вам будет непросто. Это, мягко говоря, непросто. Конкуренция очень большая. Но мы вам верим. И мы, во всяком случае, я точно знаю, что здесь у меня лично нет никаких сомнений, что наша олимпийская сборная, члены олимпийской сборной сделают максимально всё от них зависящее для того, чтобы добиться самых больших результатов. Тех результатов, которых от вас ждут миллионы болельщиков России. Я желаю вам ещё раз успехов. И думаю, что, несмотря на довольно скромную обстановку здесь, так же, как и на других объектах, которые мне удалось посмотреть, чаю нам всё-таки нальют.